Здравствуйте, с вами мой влог. Ничего святого с Сергеем Паярковым. Я тут художник, который может видеть каждого. В Древнем Риме жил такой довольно разумный типочек, звали его Марк Тулий Цицерон. У ПАЦК был очень неплохо подвешен язык, что в принципе признавали все его соотечественники. Так вот, он родил тогда гениальную фразу, которая дошла до нас через века. И она применима сегодня прежде всего к Российской Федерации. Он сказал, что чем ближе конец империи, чем ближе крах империи, тем безумнее и многочисленнее в ней принимаются законы. Я смотрю на то, что происходит через вражеские каналы в России. Честно говоря, Путин уже даже не просто напоминает позднего Брежнева. У него все вокруг напоминает политбюро ЦК КПСС. Его Кабаева, она уже стала вылитая Терешкова. Причем не та Терешкова, которая летала куда-то в космос, а именно та, которая сейчас в Думе. То есть Путин фактически вокруг себя расплодил вот этот старческий, типично старческий имперский маразм, и все, что они пытаются делать, оно настолько противоречит современному миру. Я когда-то очень давно говорил в своих блогах, что я прекрасно понимаю, как человек, работавший именно вот в комсомольской газете, знающий, потому что других не было, ну в Советском Союзе газеты были все только комсомольские, только партийные, то есть вариантов не было вообще, так вот я тогда говорил, что я прекрасно понимаю и вижу просто, что Путин не знаком с интернетом ему, как вот в этом советском средневековье ложат на стол объективку. Мне еще какой-то дурак писал в комментариях, вот откуда Паярков это знает, да от верблюда. Вот сейчас убежал какой-то там ФСОшник и начал рассказывать вот эти вещи публично, и выяснилось, вот этот ФСОшник, который выдал кучу информации, прогуглите, как его звали, какую информацию выдал, одна из вот фактически вот очевидных для меня вот и для всех вышедших из этой системы советской людей, одна вещь, она абсолютно подтверждает, что Путину дают распечатки. Он не смотрит в интернете, что о нем говорят, уж до чего мне неприятен наш Зелинский, но он хотя бы умеет открыть вот телефон, планшет, компьютер и погуглить, что о нем говорят. Путин не в состоянии это сделать. Вы вдумайтесь, как, вот как можно было, склеив себе достаточно, ну, молодую телку Кабаеву, Путину все-таки не влезть вот в понимание современного мира. Ведь ее функция, функция Кабаихи вот этой, которая нарожала Путину детей, которая оформила там на себя кучу путинских, там, всяких дворцов, недвижимость, яхт, почему она не выполнила свое главное предназначение в жизни, надо было обучить. Вот несмотря ни на что старого пердуна пользоваться современными технологиями, отсталость, вот эта замшелая, средневековая, советская отсталость, они действительно мозгами, вот ментально, операционно, они живут, знаете, вот в этом вот Windows 1.1, вот это MS-DOS у них в голове. Когда-то, знаете, вот были выпускники университета, у них была специальность Assembler. То есть люди, которые получили специальность Assembler, они оказались без профессии, вот когда получили диплом. Им выдали диплом, а их специальность уже не нужна. Вот это Путин, вот это Путин, вот это его окружение, и самое главное, что они культивируют маразматическую отсталость. Их, вот эта вечная песня о том, что нужно вернуться к каким-то духовным традициям. Ребят, ну, я понимаю, что такое русская духовность, вот эта вот путинская. Надо вернуться в состояние неодертальцев там или карманьонцев. То есть вот это те корни, которые тут, извините, прошедшая христианская Пасха, она ведь абсолютно не ложится на российскую ментальность. Вообще, вот такое пропутинское россиянство, оно антихристианское. То есть вся их суть противоречит, опять, я агностик, я не принадлежу ни к одной из религий, я осторожно вообще, вот к этой теме мне вообще не хочется подходить, потому что в поповские сказки я не верю однозначно. Эйнштейн, в принципе, допускал существование вот какого-то высшего существа, но ни один нормальный психически здоровый человек в поповские рассказы верить не может. То есть человек все-таки, если уж и верит, то не в бредовый маразм вот этого вот совка. У них в голове одновременно умещается вот это вот богоборчество, которое сажало попов на кол, которое взрывало церкви и уничтожало вот все, то, что имеет отношение к христианству физически и одновременно попытка играться в христианство. То есть это дуализм, то есть это просто, ну извините, это психическое раздвоение личности. Они больные, оставаясь внутри. Фактически вот теми коммуняками, которые уничтожали вот все, что связано с христианством, физически убивали, жгли, разрушали, в то же время они, не отказавшись от этой концепции, сейчас все предваряются еще и верующими. Ну, психическая болезнь одного человека, которая поддерживается его окружением, нашла отклик в менталитете огромной страны. Ну, пусть там не многочисленной по населению, но огромной по размеру. Ну, Марк Туглий Цицерон абсолютно четко и точно определил, вот в какой точке сейчас находится наша соседская вот эта недоимперия. И, конечно, достаточно трезво их оценивает не только там западный мир, не только Америка, Евросоюз, тот же самый Китай, Индия. Они прекрасно понимают, что это колосс, который сейчас загибается на своих глиняных ногах. И, с одной стороны, конечно, страх того, что они вот перед окончательным развалом что-то учудят, присутствуют всюду, но прагматический интерес вот тех соседей, которые находятся рядом с уже почти распадающейся, вот уже вступающей в стадию распада империи, этот интерес к разгрызанию вот этого несуразного конгломерата, который называется Российская Федерация, он абсолютно очевиден. Когда-то умнейший человек, американский посол Джон Хербст, у меня на эфире задал правильный вопрос. Говорит, не понимаю, человек с огромным дипломатическим опытом, образованный невероятным кругозором человек, задает правильный вопрос. Вот с какого хрена Россия решила воевать, в первую очередь с США, а у Америки нет ни одной территориальной претензии к России от слова вообще, и выбрать себе в союзники Китай, который спит и видит, как забрать огромный кусок России и вернуть его себе. Вот этот вопрос повисает в воздухе, потому что маразм Российской империи не дает на него ответа. А вас я попрошу не забывать подписываться на новый канал, ставить лайки, писать комментарии, распространять это в соцсетях. Ну а победа, друзья, неизбежно будет за нами, потому что, как правильно говорил Цицерон, за нами не заржавеет.